Здравствуйте, я Еремин Иван Константинович, врач-травматолог-ортопед, эксперт в хирургии тазобедренного сустава, руководитель Центра хирургии тазобедренного сустава. Говорим в этом видео, какие вам рекомендуют продукты для того, чтобы не болели суставы и улучшилось движение в больных суставах. Развеем мифы, и я научно объясню, почему это не работает. Досмотрите это видео до конца, и в течение всего ролика я скажу кодовое слово, которое можно будет использовать в ссылке под этим видео. И первым десяти обратившись, я подарю электронную версию своей книги, где в одной из глав я описал, как правильно питаться. И вот этот список продуктов, которые рекомендуют все для того, чтобы не болели суставы и долго служили вам. Хрящи, желатин, белок, ягоды, гранат, оливковое масло и холодец. Например, возьмем холодец. Все рекомендуют его употреблять по одной-две чашки каждый день, и тогда не будет проблем с хрящом, с суставом. Но могу сказать следующее. У меня в примере есть профессиональный боксер, который уже занимается тренерством, и он ежедневно испытывает нагрузки по 300-400 килограмм на руки, когда он держит лапы боксерские. Он у меня проконсультировался, что вот каждый день ем холодец по одной-две тарелки, но боли не проходят и становится еще хуже и хуже. Принцип простой. В холодце нету каких-либо питательных веществ. Все думают, что из костной ткани, хрящевой ткани субстрат выходит, человек поглощает его, и хрящевая ткань восстанавливается, становится еще лучше. Это не так, так как хрящевая ткань, она не восстанавливается, она не растет. Если есть повреждения, то эта хрящевая ткань просто зарубцовывается грубо-волокнистым даже соединительной тканью. И тогда человеку становится легче. Но это не из-за того, что он ест холодец. Это из-за того, что происходят компенсатурные механизмы. Проведем небольшой эксперимент. Костная ткань, она покрыта хрящом, так же, как зуб покрыт эмалью. Если зуб откалывается, то есть кусочек эмали уходит, то вот эта защитная пленка, она уже не нарастет. Любая травматизация зуба, она начинает разрушать полностью весь зуб. Если мы рассматриваем пример сустава, то хрящ, если раскололся, отслоился, либо стерся, он не вырастет. И никакой холодец, никакой желатин не восстановит ту толщину хряща, и у человека заново не вырастет сустав. Спасибо, что смотрите это видео. Кодовое слово «Хрящ». Если вы понимаете и чувствуете, что вам необходима профессиональная консультация оперирующего хирурга, вы можете пройти по ссылке под этим видео или позвонить по телефону. С вами был Еремин Иван Константинович. До встречи в новых сюжетах.